Прекрасно, мы бачим вас, что пан Саакашвили и Маккейн уже с силы у своих мест, а слуха ему нажала. Великого американца, сенатора Джона Маккейна, он был, он владеет второй раз, и он пойдет на Гетмана Сагайдачный, он выйдет из наших военных моряков, мы по дороге покажем нам свой центр новый, который мы строим. Мы будем, и он посмотрит центр Одессы, и я расскажу о тех планах, которые у нас есть по развитию города. И сегодня вечером он встречается с президентом Порошенко, и, надеюсь, уже с премьер-министром Яценюком. Он обещал мне приехать в Одессу, когда я сюда приехал, он сразу позвонил, и мы встретились, и он наслаждал свои слова, как всегда. И поэтому я передаю ему слово. И потом будет вопрос, пожалуйста. И тогда мы обращаемся к вопросам. Ну, спасибо вам большое. Это здорово быть в Украине, и особенно, чтобы быть в красивой Одессе, а страны, игорь, 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 игорь. Спасибо, seja у вас, госгубернатор. Мне очень приятно снова приехать в Украину, особенно в Одессу. Это многокультурное место с такой интересной историей. И так же для меня радостно и приемно знову встретиться с моим старым другом, теперь губернатором Одессы. Я вернулся в Украину на многих раз, и я видел резиленцию и силу украинцев, которые борются в face of Vladimir Putin's aggression. И я спостерегал ту витривалість, мужность и силу украинцев, которую они демонстрируют в противостоянии агрессии Владимира Путина. И я так же встречался на сходе Украины с волонтерскими организациями, которые каждый день втрачают в противостоянии. Мы будем мудраться от Владимира Путина, студжей и стропами, используя больше модернского оружия против оружия, которое не из 21-го века. И этих людей, этих волонтеров, вбивают путинские посевпаки, используя как современное оружие, так и оружие не 21-го столетия. И для нас, для американцев, есть ганьбой, что мы не можем украинцам надать современное оружие тем смелым украинцам, которые ведут этот нерівный бой с россиянами. Голосование в Конгрессе показало, что мы одностайно поддерживаем надать Украине необходимую оборонную оружие, которую Украина потребует. Я хотел бы разговаривать много проблем с президентом и премьер-министром, но это наш взгляд, что еще нужно работать на вопрос коррупции. Я маю намер обговорить чимало вопросов и с президентом, и с премьер-министром, но мы считаем, что потребует внимания вопрос о борьбе с коррупцией. Прогресса был сделан, но большинство больше прогресса нужно сделать, чтобы доказать людям Украины, что это действительно новая эра. Прогресса был сделан в этом направлении, но остается еще много работы сделать для того, чтобы доказать украинцам, что действительно это уже новая реальность происходит в Украине. Мне надзвучайно приятно снова приехать сюда. Я также хочу сказать и отметить, что тысячи и тысячи украинцев, которые сейчас живут в США, их думки и их молитвы с вами каждый день. Спасибо. Спасибо. Какие вопросы? Какие вопросы? Меня зовут Олиева Радуэла. Ранее вы сообщали, что в Одесской, Николаевской и Херсонской областей нависла угроза, и президент России может попытаться захватить эти территории. На сегодняшний момент сохранилась ли эта угроза? Эта угроза ещё равна. Скажите, что вы говорили. У меня есть первое. Вы выяснили, что есть угроза, что Путин может你要 объявить Одесса, Николайевна, Херсонская областей. Он всё равно, что эта угроза равна? Амбицией пана Путина в его спотворенном святогляде Амбицией пана Путина в его спотворенном святогляде Не планируете ли вы пытать документы и баллозироваться в мэры? Нет, я не участвую ни в списках С самого начала я сказал, что я над партиями И конечно у меня есть свои приоритеты и свои симпатии Блок Петра Порошенко вытянет на мэру Одессы Сашу Паровиков И поскольку сейчас у них фактически конференция Саша Паровиков одессит, здесь рос Его родители живут здесь Одновременно он очень образован Сокончил Карвардский университет И занимался у нас все это время реформой Мы уже последние несколько месяцев в нашей команде Занимался реформами Действительно новое прогрессивное лицо Украины Я уверен, надеюсь, тоже Но конечно, одновременно я буду работать с любым мерами, которые выберут У меня очень хорошие рабочие отношения со всей администрацией У нас свои требования Главное, чтобы мы закончили скорруксию Главное, чтобы Одесса начала развиваться Мы должны вот Сейчас приехал мой давний друг Когда я в Грузии его водил Каждый раз ему показывал Вот мы это строили, мы это сделали, мы это улучшили Мы вот это поменяли И честно говоря, сейчас мы поедем и посмотрим оперу Которую не мы строили Мы увидим потемческую лестницу, которую понятно, что мы не выстроили Мы покажем эти прекрасные здания в центре, которые 19 века в целом А что мы должны показать? Чем мы можем похвастаться? Извините Конечно, я понимаю, что там где-то канализацию меняют или не меняют Там где-то трубу поменяли Где-то там, ну, три светильника подвесили, но сейчас светильники не светятся Но это же не тот масштаб, который заслуживает Одесса Я, кстати, об этом говорил и Меру Труханову И он согласен, и он согласен Что надо, вот в следующий раз Не потому, что это мы будем делать для сенатора Маккейна Или там для следующего президента США, который сюда приедет Или там для любого друга, для одесситов К нам же гости приезжают К нам приезжают Тети, двойерные братья из Израиля, из Америки Мы сами хотим жить в нормальном городе Надо же чем-то похвастаться Сколько можно хвастаться только девятнадцатым веком, который очень прекрасен Когда-то что-то должно начаться новое И поэтому, и на самом деле, к сожалению, теми зданиями, которые недавно горели тут Из-за того, что на них дешевый фасад сделали И хвастаться особенно не приходится Они изуродуют Одессу А нам нужны новые, большие, шикарные Действительно, современное строительство Как мы сделали в Батуми И поэтому мы надеемся, что Кто бы ни остался И останется кто-то в власти И придут новые люди Они будут из-за того исходить Что мы должны заново новое, что-то хорошее, грандиозное сделать Чтобы людям было комфортнее, лучше жить И чтобы они гордились В Одессе-то огромное хорошее чувство Это гордость Я их обожаю только потому Из-за того, что они очень гордятся своим городом Своей историей И есть чем гордиться Но давайте будем гордиться тем, что мы сделаем тоже Сколько можно выезжать за счет Дюка Ришелия Терибаса и тому подобное Может быть, мы тоже сами что-то такое сделаем Что через 50 лет приедет Может быть, опять сенатор Маккейн И следующий там Кубинатор 50 лет через 50 лет покажет ему что-то новое Я бы хотел додатковый коментар Мы все знаем, что Владимир Путин Ее хулиганом И людина, яка любит Залякувать слабых И я часто казал, что Россия Это газозаправочная станция Яка прикидается быть настоящей страной И в великой мере И в великой мере Ихня велика экономика залежит від нафти И за цей тенденцией, что цена на нафту в свете падает Вин стыкнется в ближайшие пару роков С серьезными экономичными трудностями Складностями в краине И это только может додать его запалу Залучаться до подальших небезпечных авантюр Мы сейчас видим, что он двигается в Сирию Для поддержки Что он убил 250 тысяч С собственными людьми С невероятными оружиями Таким образом, барельные бомбы Но, опять же, на жаль, у Сполучених Штатей Бракует стратегии для того, чтобы его остановить Здравствуйте, мой номер Майкл Комодовский Я представляю Торо-ТВ-чанел Здесь в Одессе И российский оппозициональный тв-чанел Прежде всего, я хочу сказать Спасибо, мистер Маккейн Зато здесь в Одессе Вообще, я бы хотел добавить, что украинцы Они спокойны, как папа Мистера Сакасвили Оскар Да Вообще, мой сын любит показать с ним Все время хвастается Ему есть хвастается только сейчас Свой Майлинг в Оскар Сейчас Украина имеет конфликт С Россией Федерацией Все день мы боремся с мистером Путином И вы помогли нам боремся И мы работаем с президентом России The people have already decided that Я не стану президентом США Путином России В Америке Вопрос было Ну, уявимо И справа поляга в том, что это уже люди вирішили Вибирь сделан Я уверен I am уверен One major of the majority of people who could become president Of the United States in the 2016 election Мы поддерживаем украинские люди с оружием, с интеллигенцией, с экономической поддержкой и в любую другую способность, что мы можем поддерживать Украину в сохранении свободы и индивидуальность. Мы ожидаем реформы, продолжительные реформы в украинском государстве, особенно в вопросе коррупции. Я уверен, что большинство тех, которые имеют возможность стать президентом Соединенных Штатов, они и надаватимы всякую помощь Украине. Или это оружие, или экономическая помощь. Но очень важно, чтобы в Украине продолжился процесс реформ, особенно в поддалении коррупции. Люди здесь в Одессе очень рады, очень рады, наш говернер, мистер Саакашвили. Но, according to the reportings from the official Russian media, они описывают вас и мистер Саакашвили, как анемицы России и анемицы для Украины. Если вы получили возможность увидеть мистер Путин, что вы бы хотел бы ему ответить? Спасибо. Спасибо. Если бы я увидел с Путином, который на меня санкции наклав, первое, я бы ему сказал, что для меня честь, что он на меня наклав санкции. Я бы считал эти санкции, как нагорода честности, за мою поддержку борьбы украинцев за свободу и независимость. Я думаю, что я бы сказал ему, что он находится на помилковой стороне истории, потому что рано или поздно его авантюры, коррупция и другие неподобства идут до конца. Павел Зелинский, информагентство РБК Украины. Вопрос к господину Макеину. Во-первых, хотелось выразить искреннее уважение к тому героическому жизненному мотиву, который вы прошли. Второй вопрос. Одесса и Америка имеют давние связи. Для сравнения, бабушка Сильвестра Сталлона проживала в Одессе, была одесситкой. И хотелось бы поинтересоваться, когда-то в Одессе работало дипломатическое ведомство Соединенных Штатов Америки. Не считаете ли вы, учитывая стратегическую значимость нашего региона, открытие консульства США в Одессе? Спасибо. Вважаю, что это чудовая идея. И так же, я мав привилегий долучиться до важных событий в своем жизни. Наверное, самое интересное было быть в Майдане и видеть сотни тысяч украинцев, которые хотят только то, что мы, Американцы, слишком часто берут за счет. И одно из впечатлений, которое вспоминалось на всю жизнь, это проживание на Майдане, когда десятки тысяч украинцев требовали того, что Американцы считают, что они принадлежат. И для меня была честь побачить, как украинцы повстали, требующие свободы от коррупционного и злого уряда. Теперь это наша работа, всех нас, украинцы и друзья из Украины, увидеть, что Майдана реализована, превратилась реальностью. И сейчас задача для всех нас, друзей в Украине, как поза ее кордонами, так и в середине Украины, чтобы те прагнення Майдану реализовалось, чего прагнули люди на Майдане, чтобы это стало реальностью. Майдану реализована. Майдану реализована. Китая. компании are under aggressive from government side sanctions under our independent TV company how would you evaluate this process democracy progress in Georgia and what would be reaction from Georgian partners country first of all it's very disturbing that the Russians continue every month or so to move the fences further and further into Georgian sovereign territory a blatant violation of the sovereignty of Georgia some of the events including repression of the press that is taking place in Georgia is very disturbing we can I continue to have conversations with the Georgian government the Georgian people have proven what kind of government they want and I hope to see improvements change thank you and we will very happy to see you back in Georgia thank you thank you back to our studio this was a conference of Michael Saakashvili and John McKayne senator of the United States Republican this is one of the group of and veterans of the Republican Party thank you